Он попадает в меняющийся взрослый мир и пока еще не знает, как в этом мире себя чувствовать, пока он еще на каждый острый угол натыкается. Любой ответ можно найти в книгах. Не пустые слова для литературного критика Марии Порядиной. Специалист по юношескому чтению точно знает, что и дети в сложный период взросления ответы ищут в литературе. Поэтому, если подросток хочет читать, этот порыв нужно правильно поддержать. Библиотекарям и учителям Мария дает главный совет. Не нужно бояться, что в книгах ребенок может научиться плохому. Подросток обязательно сделает правильные выводы, особенно если в семье есть взаимопонимание с родителями. Главное доверие, главное понимание, главное умение поставить себя на место подростка, вспомнить себя в его возрасте и сообразить, ну я-то тоже был немножко проблемным, но я же вырос хорошим родителем и с ними тоже будет. Встреча с экспертом высокого уровня вызвала ажиотаж. Слушателями лекции стали библиотекари, преподаватели школ и вузов, представители книготорговых фирм. Для тех, кому не хватило места в зрительном зале, специалисты областной детской библиотеки запустили онлайн-трансляцию в социальных сетях. Это человек, который видит детскую литературу, умеет разбираться, имеет свое специфическое знание и мнение о ней. С этим мнением можно соглашаться или не соглашаться, но это человек, которого хочется услышать, когда-то поспорить, когда-то принять на веру, где-то радостно согласиться, что вызывает такое же ощущение. То есть это специалист детской литературы с большой буквой. Такие лекции – часть цикла. В объективе – детская литература. В областной детской библиотеке ежемесячно проводятся мастер-классы успешных авторов и экспертов не только российского, но и мирового уровня. Следующая встреча будет посвящена краеведческим историям и малой родине. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Григорий Плешаков. Григорий Плешаков. Григорий Плешаков.